С незапланированным визитом в детские сады номер 10 и 184 заглянула замглавы Владивостока Наталья Мальцева. Вице-мэр проверила, насколько хорошо соблюдаются нормы организации и качество детского питания. Вместе с ней дошкольные заведения посетили специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Первая остановка комиссии в детском саду номер 10. Заведующая повар и кладовщик работают здесь много лет. Говорят, за продуктами внимательно следят и никаких нарушений не допускают. Но члены комиссии больше доверяют цифрам. На весы отправляется первое блюдо, второе и салат. Отдельно вычитывается вес самой тарелки. Результаты хорошие. А вот в холодильнике с молочной продукцией обнаружена некачественная сметана. Мы привезли сегодня. Сегодня заменили. Вчера была другая сметана. Была вот о той сметане, о которой мы говорили. Да, да, да. А вот она, остатки. Что она тут делает? Да, вот она. Это остатки. Вот это сметана. Вот они опять остатки. А что они тут делают? Давайте-ка в ведро сразу. Заведующая заверила комиссию. Жалоба поставщику продуктов отправленная продукция заменена, а испорченная сметана на стол к детям не попала. Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов. Задала вопросы кладовщику и повару. Отметим, продукты сюда доставляет ОО «Феникс». И к ним далеко не в первый раз возникают претензии. Более того, специалисты Роспотребнадзора установили. В поставляемой ими сметане нет ни одного процента молока. Зато много маргарина. Ну, если они говорят, что витаминизируют, пусть при вас это делают. Пусть закладку при вас делают. Нет, пускай покажут мне препарат, которым они… Чем они это делают? Они говорят, лимонная кислота, да, но лимонная кислота не является… Понятно. Следующим стал садик номер 184. Молочная продукция здесь уже в 4 утра. На полдник запланированы булочки. Заведующая отметила, что поставки у них осуществляются каждый день. Она сама пристально следит за соблюдением всех норм. В этом садике поставщиком продуктов является ООО «Светоч». Его работы доволен и персонал сада, и комиссия. Единственное замечание – заменить восстановленный сок на обычный. А есть еще вот контрольное блюдо? Можно увидеть? А уже все убрали. Уже убрали? Ну, а суточные-то пробки есть? Понятно. Абсолютно на каждое нарушение контракта будут выставляться претензии, как это и положено по закону. Естественно, те, кто не будут выполнять этих требований, те будут в установленном законном порядке попадать в реестр недобросовестных поставщиков. Только один способ для нас – это всесторонний ежедневный контроль. Постоянный контроль – это самый эффективный метод в работе с поставщиками детского питания. В управление образования на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Кроме того, для получения объективной и достоверной информации администрация Владивостока открыла горячую линию по вопросам питания в детских садах. Номера телефонов вы видите на экране. Светлана Садовая, Дарья Вериденко. Новости на Восьмом.